так мои хорошие вот это складываем сумки с полей сейчас я вам покажу что у нас тут творится это ужас какой-то мы просто на переезде вот это куча вещей отнесу нуждающимся вот еще будем перебирать ну да а что делать вот нет не там вот то не не нуждающим каким тут у нас все принципе не нуждающиеся а может быть кому-то у нас такая вот как бы прачка у нас прачка склад где мы сносим туда вещи и их и везут волонтеры в украину там или куда-то еще вот в другие места кто нуждается поэтому мы складываем вот не нужно я еще находила все более свое переберет в общем переберем все и сумок все равно будет очень много тем более еще у меня растение покажу еще что как выросла вот уже 11 их вышло с косточки вот это ж мне надо как-то будет все это вести и тут еще видите вот тоже апельсинчик растет постойся пасеку мне надо ходить тапочки нужны так мои хорошие в общем собираемся вот столько у нас сейчас сумок раз два три вот пакет 44 полин чемодан эта сумка вот этот медведь приходится нам сейчас очень туго еще один чемодан так еще тут сумки голова кругом идет после сегодняшнего дня мне еще надо вот как-то картины довозить у поля там сейчас покажу она нарисовала две свежие картины вот они эти две свежие картины если даже бог все будет хорошо мы переедем то полечка может там сюда спальню повесить поставить там где-нибудь на тумбочку как мишку вести как мишку довезти алон к его трепет нельзя луна ты что ты дырку сделаешь надо мы его тоже будем забирать не трогай мишку полна покажу что-то на тумбочки надо убрать так ну что ты делаешь не надо его трогать меня кусать, да? Вот так ты с нами поступаешь. Мы же тебя не бросаем. Мы же тебя не бросаем. Видите, что из-за тебя суета такая пошла. Не надо, Луна. Вот посмотри. Нельзя, Луна. Я сейчас унесу. Он был на балконе, кстати. Я его сейчас назад отнесу. Ты его выкусишь, покусаешь. Ему больно, он плачет. Плачет, Мишка. Не надо его трогать. Луна. Луна, скидываешь его? Нельзя. Вот она чувствует, что что-то не так будет меняться все в ее жизни, зайчик. А мы тебя не бросим, не бойся. Ну как я ее могу бросить? Кто такое пишет, что я могу бросить собаку? Брошу я. Раз она же тут водит с нами. Конечно же. Видите, какая она умная. Возле меня вот так вот лежит. Да, даже до поля не идет. Всем доброго времени суток, мои хорошие. У нас, ну, где-то около 12 сейчас. Утро так началось у нас опять. В общем, выписывала телефоны, агентство выписывала, потом побежала вниз. Вот, я еще не одна жильею, мы еще, ну, как бы, с моей приятельницей, да, мы с ней работали, и вместе, как бы, хотим найти в одном городе, где-то рядом, чтобы были квартиры, и соседствовать. Вот, очень многие сейчас в растерянности, ну, я не знаю, тут животные практически у всех. Есть, конечно, люди без животных, они будут ждать первую фазу, и они, как бы, даже хотят на нее попасть, но у нас нет такой возможности. И мы все сейчас вот в очень тяжелом состоянии, потому что надо найти в кратчайшие сроки себе квартиру. Это очень сделать непросто, потому что так много нас ждут. Я помню тогда, вот, когда искали, вот, моя знакомая, вот, девушка, которая переехала, она искала эту салону, нашла и ходила к ней в гости тогда, помните? Вот. И то тогда она искала одна, у нас никто с отеля не искал, и то ей было очень трудно, она, по-моему, месяца два искала. А тут просто вот весь отель, и плюс у нас ближайший отель тоже беженцы с Украины, и тоже не ищут жилье. И те квартиры на сайте, где я сейчас ищу, они просто исчезли. То есть, получается, они уже забронированы теми людьми, которые еще в том отеле были уведомлены в первую очередь. Так что, не знаю, как это все будет. Вы еще представляете, субботу и воскресенье побежала же в своей приятельнице, с которой мы вот ищем вместе, да. Короче, агентство закрыто. Субботу звонили, и воскресенье-то два дня. Поэтому я вообще, не знаю, буду выписывать. Я бы выписывала очень много. В Тарагоне телефоны, в Тартосу тоже мы как бы планировали бы. Неплохо там, в принципе, там такой вот уютный, хороший городок. Реус, ближайшее что-то возле этого года. Солову, Лапинеды, это все нам не подходит. Это туристические места. И снять квартиру можно только до июня месяца. Поэтому здесь вообще все, что мы звонили, просматривали, это нереально. В общем, все. Вот так вот сказала, поделилась с вами. Все, сейчас, в общем, не знаю, буду опять искать. В отеле очень напряженная обстановка стала. Не похоже на ту обстановку, в которой мы раньше жили. Потому что вот все предчувствуют какие-то перемены в своей жизни. и слышала по коридору, даже люди идут и говорят, мы поедем вплоть в Украину, но животное свое никому не отдадим. Он опять поюет. Животное никому не отдадим и не бросим. Да. Люди готовы ехать даже домой. Я бы тоже поехала, но у меня вот Сережа держит. Сережа держит, потому что, ну все, мы заедем, и все тогда. И все. И тогда я уже записывала такое видео. Петулунку выгуливаю. Потому что Палюша не хочет выгуливать. Палюша, у тебя пуля не хочет выгуливать? Давай я выгуливаю. Вот, мои хорошие. Вот такие вот три подсолнушка пока дорисовала. В общем, занялась картиной. Хотелось бы, конечно, закончить ее вести. Я уже готова, раз я ее начала рисовать в салон. Вот так у нас выглядит комната в таком ужасном состоянии. Настенька перебирает, сейчас сидит. То, что ей не нужно, если он есть, то нужен. Если его нет, то он не нужен. Вот это в ящике все то, что нам не нужно. Побольше выбрасывай. Вот бумага абсолютно нам не нужна. Но если уже там что-то совсем для тебя ценное, бери, потому что у нас вон еще... Вот еще нам перебрать столик стоит. Сколько всего. Перебирай, Настуня. Сейчас кушать уже идем, обед. Через пять минут. Луна, сейчас подожди, пойдем на улицу. В общем, были в столовой. В общем, сказали, что у нас там в Куните тоже наши беженцы. Мы в Лапинаде вместе были. Сейчас слуга пойду еще выгулять. И им за три дня сказали покинуть отель с собаками, с котами. Министерство какого-то там вот... В общем, с министерства пришло распоряжение, чтобы не было в отелях ни одной собаки и кота. То есть все. И они что-то очень законопослушные подчиняются. Поэтому дали людям три дня. Их выставили на улицу, кто не нашел. Вот это самое ждет нас. В общем, нас всех выставляют на улицу. Все. Сейчас мы найдем. Суббота, воскресенье агентство не работает. Понедельник, вторник. Тут праздники какие-то. Не знаю, будет работать агентство или нет, но дети не идут в школу понедельник, вторник. Значит, это тоже 50 на 50. В общем, все. Да, Луньку выгоняют с животными. Придется нам, чтобы под пальму идти. Это, конечно, все. Пошли, пошли, пошли. Сейчас идем, Луна. Сейчас Настеньку дождемся. Держали, держали с собаками и все. Собаки мне такие. Сучка, ну что ты, обуваешься? Все бегают, все. Такая суета тут у нас, конечно, капитальная. Настенька побежала на торсанке кататься. Солоу найти нереально, тут только до 1 июня сдается. И то с собаками не сдают. Так что Солоу отпадает, Лапинеда отпадает. Привет, Настенька. Поэтому сниму вам немножко моря напоследок. Если удастся, если Бог даст нам тут еще снять, потому что всяко может быть, может и не получится снять. Столько много, такая суета у нас сейчас в столовой была, люди просто в таком вот, как муравьи, все просто очень-очень встревожены. Вот так вот.